Дорогие друзья, для начала поздравляю вас с пятницей. Поздравляю всех, кроме Александра Винника. Ведь теперь пятниц у него не будет, у него будет лишь долгое. Я бы сказала, вечное воскресенье длиною в 55 лет тюремного заключения. Кроме дела Винника, обсудим сегодня очередное ужесточение киевского регулятора, ну и свежеиспеченных финансовых партнеров. Не переключайтесь. Жил-был и не грустил себе Александр Винник. Правда, счастье его длилось несколько лет. Ведь созданная им биткоин-биржа BTC-E закрылась, а горе руководителя нашли и арестовали в Греции. Окружная прокуратура США по Северному федеральному судебному округу штата Калифорния пролила свет на произошедшее. Винника обвинили по 21 пункту за схему отмывания денег, которая также включала охищение средств на бирже Metijox. Александр Винник является владельцем многочисленных счетов на BTC-E, а также основным бенефициаром фиктивной компании Canton Business Corporation, которая и управляет биржей. Стало известно, что средства с этих счетов переводились напрямую на личные банковские средства Винника. Ничего себе! С 2011 года на бирже была проведена операция с биткоинами на сумму свыше 4 млрд долларов. Работая в США, биржа BTC-E не была зарегистрирована в стране как компания по оказанию финансовых услуг, не имела программы по борьбе с отмыванием денег, а также системы верификации. На сайте говорилось, что BTC-E базируется в Болгарии, но подчиняется законам Кипра. У биржи есть операции на Сейшельских островах, а ее домены также зарегистрированы в Сингапуре, на Виргинских островах во Франции и Новой Зеландии. Для Винника закончились его счастливые деньки, ведь BTC-E ждет штраф на 110 млн долларов. Самому же Александру придется выложить 12 млн долларов штрафа. Если докажут его вину по всем предъявленным пунктам, он получит максимальный срок наказания 55 лет тюрьмы. Кипр продолжает ужесточать контроль индустрии в своей юрисдикции. Теперь Кипрская комиссия по ценным бумагам и биржам Сайсек внесла определение «значимая СИФ», то есть инвестиционная фирма. Если общий объем активов фирмы превышает 43 млн евро или годовой доход от комиссии за 12-месячный период до даты оценки составляет более 50 млн, кипрская инвестиционная фирма квалифицируется как «значимая». Любая компания, являющаяся держателем клиентских средств за сумму свыше 60 млн евро или управляющая клиентскими активами объемом более 200 млрд евро, также будет считаться «значимой СИФ». Регулятор настаивает, чтобы все инвестиционные фирмы проводили дополнительно самостоятельную оценку соответствия критериям «значимой». Если требования выполняются, компания должна вырабатывать и применять комплексные стратегии системы, соответствующие своему статусу. Естественно, все результаты проверок должны быть отправлены в Сайсек. Кроме того, фирмы должны представить комиссии новую организационную структуру. Регулятор надеется, что четкие руководящие указания вдохновят финансовые фирмы в рамках местной юрисдикции на самооценку и саморегулирование, что облегчит и повысит качество контроля регуляторной системы в целом, а это, в свою очередь, поможет установить плодотворные отношения между компаниями, их клиентами и Сайсек. Завершим эту рабочую неделю новостью о новом партнерстве. Профильное коммуникационное агентство Дрофа и консалтинговая компания Дартек Консалтинг решили совместными усилиями предоставлять услуги по активному выводу финансовых компаний на новые рынки. Отныне клиенты Дрофа могут пользоваться услугами Дартек Консалтинг по юридической поддержке Форекс-бизнеса, оптимизации бизнес-процессов, максимизации прибыли экспертного консалтинга по различным аспектам функционирования мирового финансового рынка, регулирования рекламы и развития операционной деятельности. А вот клиентам Дартек Консалтинг агентство Дрофа предложит доступ к передовым коммуникационным технологиям, аналогов которых, по словам партнеров, на российском финансовом рынке нет услуги по пиару и продвижению в России и СНГ, личный пиар руководителей и собственников компании. Руководители компании не нарадуются такому содружеству, ведь теперь они смогут предоставить целый ряд услуг для достижения самых разных целей на рынке. На этой ноте мы подводим черту под рабочими буднями. Желаем вам с редакции Forex Magnets отличных выходных. До встречи в понедельник.